А сейчас я спою песню про прекрасного человека, про монаха, великого иконописца, Андрея Руёва, нашего соотечественника. Белокаменная, льду и пламени, устоявшая, достозвонная, зеленым ковром, снежным знаменем, синего небес окрылённая. Выйти по поле, скинуть скупию, кудри ветром буйных взъерошены, обнимать её землю русскую, всей душой своей заположную. Выйти по поле, скинуть скупию, кудри ветром буйных взъерошены, обнимать её землю русскую, всей душой своей заположную. Рисовать её на белых стенах, беззащитную, одинокую, даром, что чернец, даром, что монах, всей душой любить светлоукурью. Возносится вы, стаей голубей, всё, что есть, отдать, не жалея чувств, да в любви своей признаваться ей. Росписью икон, до обеда пуст. Возносится вы, стаей голубей, всё, что есть, отдать, не жалея чувств, да в любви своей признаваться ей. Росписью икон, до обеда пуст. Сквозь века признание, то пронесть кистью чуткою, не дрожа в руке, ведь без толмача всем понятно днись, на каком признание языке. И до сей поры знает русский люд, что из глубины минувших веков троице честной от всех зол и пуд молится за Руси, как сын Рублёв. И до сей поры знает русский люд, что из глубины минувших веков троице честной от всех зол и пуд. Русь хранит монах и на как сын Рублёв. Русь хранит монах и на как сын Рублёв. Молится за нас и на как сын Рублёв. Спасибо большое. И, наверное, песня, завершающая моё сегодняшнее выступление. Эта песня очень важная. Когда-то меня потрясла история, которая предшествовала её написанию. Это, конечно же, Сергей Сергеевич Аверинцев, его замечательные лекции и его переводы в Библии. Это лекция, в которой он говорил о главе «Исход», о книге «Исход» и главе, когда евреи под предводительством Моисея перешли в Красное море. Когда я читала раньше это место, мне казалось, что свершилось чудо, что простёр Моисей руку, упадул восточный ветер сильный, море наступилось, и люди смогли по суху перейти море и спаслись. А Сергей Сергеевич говорил, что в иврите, особенно в древнем иврите, ну, современный иврит — это тоже тот самый древний язык, только немножко осовремененный, скорее всего, и что-то часть была утрачена. Вот он, каким-то образом он знал, что там было изначально, и он говорил, что в структуре этого языка есть какие-то такие фразы, обороты, которые сложно очень переводятся на другие языки. Они такие вот, какие-то смысловые узлы, и в частности, в моменте, когда море ещё не наступилось, оно наступилось не по чуду, а из-за того, что человек сначала сделал шаг в этом море, не наступившееся, и по его вере, по такой сильной вере, что вот, Господи, я верю тебе так, что я знаю, ты мне поможешь, и шагнуть в море. И только тогда море раступилось. Я потом читала синодальный перевод, перечитывала его, искала, думаю, ну, как же так, ну, не может быть, чтобы вот. В синодальном переводе это тоже есть, только немножко по-другому написано. То есть, действительно, сначала они, получается, пошли. Я не знаю, у меня это было, вот для меня это было потрясение. Очень большое, до такой степени, что написались стихи, и к ним сопровождение такое музыкальное. Песня называется «Шаг». В мире злой, в мире грешном, где царствует страх, Есть закон, запечатанный в Торе. Помнишь, древний народ убегал от врагов, Повинуясь веленьею Бога. Когда вдруг у бездомных крутых берегов Море людям открыло дорогу. Когда вдруг у бездомных крутых берегов Море людям открыло дорогу. Сколько лет с этих пор все придем в темноте, Все ищет мирозданье подсказку. То ли воды и морей стали нынче не те, То ли это была только сказка. То ли воды и морей стали нынче не те, То ли это была только сказка. Ищи, брат, ответа у магов петежных И в ученых бессмысленных спорах. Знаю, вестницам дали я в неприбрежном, И тут же раступится море. Знаю, вестницам дали я в неприбрежном, И тут же раступится море. Обретя свою веру сквозь время и брак, Сохраняй, брат, и в счастье, и в горе. Даже если ее хватит только на шаг, То любое раступится море. Если веры твоей хватит только на шаг, То любое раступится море. Знай, любое раступится море. Дверь любое раступится море.